Здравствуйте! И вы тоже родились в Грозном, как и я, так? Да, да, да. Расскажите, пожалуйста, о своих предках, о том, как ваши родные оказались на Кавказе, в Чечне, в Чеченой Ингушетии, может быть, жили там раньше. Получается, бабушка, она родилась в Украине, и у неё была сестра-близняшка. Сестра-близняшка вышла замуж в Грозный, и, соответственно, они так и близняшки, они всё время вместе, и бабушка переехала с ней. Там, получается, родилась мама в Грозном, она незаконно рожденная от чеченца, вот так. Но я думаю, что не то, что незаконно рожденная, а, наверное, это был какой-то религиозный, может быть, брак, либо гражданский брак. Нет, это был именно вот так, как бы бабушка уже довольно-таки для того времени поздно забеременела, вот это где-то ей было 32, для того времени это было поздно. И она, получается, оставила ребёнка так, чтобы, ну, сначала, чтобы он не знал, потому что детей же забирают по закону. И она прекратила с ним отношения, и в итоге вот родилась мама, потом уже где-то в 9 лет бабушка ей сказала, кто отец, потому что бабушка была в тяжёлом состоянии, у неё, она умирала, там ей было плохо, и она сказала. Но потом она выздоровела, и всё, и так мама узнала, кто её отец. Я вот думаю, здесь нужно пояснить, что значит забирают детей по закону. То есть в Чечне родственники отца и сам отец имеют полное право на детей, а у матери такого права нет. Да. И поэтому у женщины другой национальности, либо у женщины, которая остаётся вдовой, родственники мужа, могут забрать детей, и она не имеет на них никакого права. Да, совершенно верно. Тем более он был очень известный человек в Грозном, и там бы это, ну, как за раз-два было бы. А так как бабушка была, ну, такая, она вообще так и не вышла замуж на протяжении всей своей жизни, она была такая немножко, как сказать, затворница, или как сказать, вот она, ну, или ради мамы она вот не хотела, да, она и не вышла замуж, она вот растила, получается, маму. И когда началась война, мне уже тогда было 8 лет, уже мы, она, мама нас отправила в Украину, а сама осталась в Грозном. А вы какого года рождения? 86-го. То есть на год младше меня? Да, да, да. Можете ли вы назвать имя, фамилию, значит, своего дедушки, бабушек, вот всех, о ком сейчас мы говорили, мамы, папы? Да, могу назвать. Кстати, была ситуация, когда я в Грозный приезжаю периодически, да, и я захотела встретиться, получается, с сыном дедушки. На что он сказал, типа, нет, я не хочу встречаться. Потом мама позвонила ему и сказала, почему ты не захотел встретиться с моей дедушкой? А мне так обидно прям стало. То есть потому что мама с ним в одноклассниках общалась. Он говорит, да я подумала, что это программа «Жди меня» или какой-то развод, и я типа не захотел, и, короче, мама его там тоже отчитала в плане того, что ну как ты посмел вообще, ну, моей дочери сказать, что там я не хочу видеться. А я прям так приехала, ну, с настроенной, я подарки взяла, вот, и, ну, было, конечно, неприятно. Отец у мамы Эльмурза Ульбиев, это основоположник борьбы и бокса в Чечне, это директор спортшколы, основатель, получается, спортивной школы, и, там, получается, бессменный директор спортивной школы. Мать, бабушка Лариса Георгиевна дала ей фамилию свою, Горбель фамилия. То есть у вас, получается, дедушка чеченец? У меня, да, дедушка чеченец, но мама потом взяла фамилию, она замуж вышла и взяла фамилию мужа. А насколько я правильно помню, предки вашего отца жили на чеченских землях давно? Мама не хотела, чтобы мы с ним общались по той же самой причине, что отец мог забрать нас, он моего брата своровал, и мама его долго искала, потом нашла, и она вот максимально ограждала нас отца. Отца я своего не помню, они развелись, но они были в официальном браке, то есть они развелись, когда мне было полгода, а брату полтора, мы с братом по годке. Понятно. Ну, такая семейная история. А что вы помните из детства? Что было в доме, с кем дружили? Ведь это была очень многонациональная республика. Какие дети приходили? Мы жили сначала в общежитии, потом бабушка работала на химзаводе, и ей дали трехкомнатную квартиру в Черноречии. Это новенькая была такая квартира. Вот началась война, мы толком даже не успели там ни ремонт, ничего сделать, то есть она была от застройщика. Приходили к нам разные, в основном это были чеченцы, и брат дружил, получается, вот, и как сейчас помню, одного звали Апти, другого Ислам, два друга у него были, это были чеченцы. Мы все жили очень дружно, мама очень любила вообще соседей, все мы дружно были, и даже когда первые вот эти вот были, когда выселяли русских, получается, нас защищала там чеченка, вот я ее не помню, как зовут, я только помню, что ее назвали все Рыжая, да, там, а как ее звали, я не помню, и она бежала там нас отбивать, потому что на тот момент мама жила со своей подругой чеченкой, а мы, они там торговали на рынке на дамбе, а мы с бабушкой были дома, и они там выламывали нам дверь, и она прибежала там с топором и начала кричать, ну, отойдите, это там мои, я не помню, что она говорила, родственники, не родственники, не мои подопечники, не помню, в общем, они нас отбивали, а бабушка очень боялась, если мама была такая, ну, как сказать, своего рода нетрусливая, да, она там никогда не пряталась в бомбоубежище, когда шли, то есть она нас отправляла, сама, допустим, если готовила что-то, она продолжала готовить, да, на первых порах там не отключали газ, то есть газ там работал, я помню, в духовке она пекла печенье, говорит, я не брошу, идите в бомбоубежище, то есть вот мама какая-то у меня такая была, а бабушка, она такая довольно-таки трусливая была, и она вот очень переживала, она боялась, потому что уже пошли слухи, когда вырезали русские семьи, забирали квартиры, и такое приключилось и с ее друзьями, кто работал на химзаводе, и поэтому мы уехали. А мама, как сказала, что в России заработать невозможно, в Грозном хоть можно заработать. В итоге мы были, приехав на Украину, вот как я читаю сейчас твои книги, мы тоже там не особо были угодны, да, то есть там было очень мало беженцев в Ищичине, и в основном, что люди слышали, что чеченцы там режут головы, да, и родители не разрешали дружить с нами, да, как какое-то вот, я чувствовала такое, как гнобелье, да, но потом как-то я уже повзрослее стала, я научилась там отстаивать какие-то свои позиции, но мне было все равно сложно, так как нас воспитывала бабушка, и я была без родителей, то есть у меня было, я чувствовала такую все время незащищенность. У нас были проблемы с деньгами, денег у нас не было, бабушка пенсию, как-то через время мама ей помогла, сделала, оформила пенсию в Курске, и вот она в Россию ездила, получала пенсию, и, в принципе, вот как-то мы потом на это жили. Денег у нас тоже была проблема, мама там не, как бы, в основном не вызывала денег, потому что у них там тоже не получалось, хотя они вроде бы какой-то там ларек, магазин у них был, но не получалось заработать. А вот преследование русских и русскоговорящих, то есть в это понятие входили и украинцы, и армяне, и грузины, и, в общем, все-все-все-все-все, и кумыки, в общем, когда это началось, потому что в 70-е, в 60-е все очень дружно жили, работали вместе, городские ингуши-чеченцы по воспоминаниям людей, с которыми я говорила, были тоже очень дружелюбные, и вот в 90-х, 91-м, 92-м что-то произошло, поскольку я тогда была достаточно маленькой, там 5-6 лет, то я это очень смутно помню. Что помните вы, вот действительно семьи знакомых, друзей подвергались нападениям, убийствам, отбирали жилье, насколько это было массово? Вот вы говорите, что вас защищала чеченская женщина перед своими же чеченскими бандитами. Но как это было, как по рассказам мамы, мама всегда говорила, что чеченцы, они сами чеченцы, которые проживали именно в Грозном, они всегда благородно поступали, и никто не посмел бы так себя вести. Когда вышли именно вот эти вот бандиты из тюрем, которым дали оружие, да, вот это все и началось на этом фоне. И тоже я помню, что как бы там какие-то вот сел поприезжали, там тоже у них была такая вот, как сказать, необразованность, да, и они начали тоже так как-то себя вести похабно. Вот я это помню. Но насколько я помню, все время с маминой стороны она никогда не отзывалась, она очень любила Грозный и именно чеченский народ, и до конца своей жизни она так и не могла отпустить тот момент, что, ну, как она в прошлом осталась. То есть до конца она, мне даже часто было такое, что, ну, мне-то было 9 лет, когда мы уехали, да, и когда мы там где-то сидим, если за столом, она все время вспоминает Грозный, она все время о нем говорит. Она все время там никогда, она не говорила, что там чеченцы какие-то плохие. То есть вот эти вот, которые были бандиты, она их не относила как к числу, ну, какой-то национальности, да, то есть это для нее были просто бандиты, которые, ну, делали там свои темные дела. То есть такие же бандиты были со стороны русских и со стороны чеченцев, со всех сторон они были. Но со стороны русских они были, может быть, в русских регионах, а у нас-то они выбирали именно по национальному признаку? Вот этот момент очень важен как раз. Ну, да, но именно так оно было. Помню один случай она рассказывала, они когда привезли, они закупали в Кабарде, насколько я помню, товар, и они везли машину-то с товаром, с продуктами питания, да, в Грозной. И их остановили какие-то там, ну, люди с оружием, да. И потом оказалось, что это мамин там или сосед, или кто-то был вот, ну, с черноречием. И потом он признался, что они хотели вообще расстрелять и забрать грузовик, ну, как бы с провизией, да. И он узнал маму, и, ну, конечно, их отпустили. Вот, ничего не сделали. То, что вырезали, были бандиты. Как она говорила, что Дудаев выпустил из тюрем людей, вот это я в детстве поняла, именно в детстве я помню, что вот говорили, что ходит много бандитов, выпустили из тюрем и дали оружие, вот так. А вам кто дверь выбивал? Это были тоже такие, еще во времена мирные, они жили, они сами по себе такие были, как бандюковатые, да. И вот в этот момент, когда начался беспредел, они проявились. Это братья были, и вот чеченцы братья, они знали, что именно мы, русские, живем в этой квартире. Ну, они пришли вас убивать или просто пограбить? Или они не говорили, что они хотят сделать? Там даже какая-то ситуация, я смутно ее помню, я помню, что они выбили и искали мою маму. Вот, и когда бабушка, а бабушка нас запрятала за мешки, мы спали вообще, я это вот смутно помню. И бабушка после этого сказала, типа, все, мы уезжаем. Там была ситуация, когда все-таки выбили дверь, и они, убедившись, что в доме никого, и в квартире никого нету, они ушли. Я не знаю, ну, видимо, может быть, с какими-то, зачем они искали маму, ну, предположительно, может быть, не знаю, надругаться. Я не знаю, я не помню этого. Я как-то, знаешь, получается, когда вот такие моменты были, об этих моментах как будто бы не принято было разговаривать в доме. То есть это все как-то замалкивалось и не рассказывалось, да, об этом. Ну, вообще, по всему Грозному начались такие моменты. И у нас чеченцы, прожившие по 30 лет рядом, и дружившие, и им помогали, и они помогали, вдруг решили грабить и убивать. Убили у нас старика-фронтовика Тунзина в квартире 38, улица Завета Ильича, дом 92. Захватили его квартиру, изнасиловали армянку в переулке, захватили дом, она убежала, в чем стояла. Избили русскую женщину с маленьким ребенком и старуху ее мать 80 лет. Они убежали, в чем стояли, и женщина, и ее мать. То есть развернулись на полную катушку. Тоже во времена Дудаева все это под флагом Ичкерии. Они, кстати, никогда не воевали за Ичкерию, но всегда примазывались. И в случае чего кричали мы, чеченские патриоты, чтобы никто не мешал им грабить и убивать людей по району. Вот, это, конечно, не все, но... Какая-то часть была, да? Да, какая-то часть была. И надо сказать, что общество чеченское, ведь грозный город русских практически, русскоговорящих, их там было немного, начали приезжать люди с гор. И, соответственно, те, кто кричали, что они патриоты, то чеченское общество относилось к ним хорошо. И закрывало глаза, либо делало вид, что не видит. Вот на таких случаях. Очень редко кто вступался. Я так думаю, что все просто боялись. Просто все боялись. Наверное, потому что не было милиции, был беспредел. Но, наверное, это же как свет и тьма. Просто когда нету света, когда нету каких-то порядков, а правил начинает просыпаться тьма, и человек начинает проявляться. Но вот что сказать, я же говорю, ну, мама, она может быть, чтобы или мою психику не трогать, она мне никогда ничего такого не говорила. Она мне все время просто, когда, допустим, я на нее обижалась за какие-то вещи, она мне все время говорила, ты не пережила то, что я пережила. Вот. И, ну, мне всегда было, ну, как сказать, я понимала, что что-то, может быть, она мне не договаривает, но я не хотела, наверное, это знать и, ну, не разговаривала с ней на эти темы. Просто русские люди, они говорят, что был геноцид, а чеченцы, очень мало кто с этим соглашается, они говорят, что был не геноцид, а был бандитизм, да, выбирали русских русскоговорящих, поэтому, как бы, их уничтожили. Потому что их никто защитить не мог, и из-за этого не было, как говорится, кровной мести, поэтому и выбирали, потому что они самые были беззащитные. Да, но дело в том, что получается, что в советское время был относительный порядок, я сейчас говорю свое мнение, которое я вам не навязываю, я просто говорю, как думаю. В советское время был относительный порядок с поправкой на местные традиции, на кровную месть, на убийство чести, на то, что в горах выдавали девочек с 14-15 лет, но все же был порядок. А получается, что в 90-х эта система рухнула, а другого порядка не было. То есть не создали никакой системы. Не создали. Но это было по всей стране, на мой взгляд. И в Украине было то же самое. Я когда в Украину приехала, для меня это был шок, что, допустим, девочки 13 лет, они все курят, курят она шу, там уже чуть ли не беременные, да, и все это происходило везде. По всей стране это происходило. То есть по всем, где развал произошел, порядка еще не было. И та же милиция, это те же бандиты были. Да, сто процентов. У нас они были то боевики, то наоборот, милиционеры, уже присягнувшие российской власти, то они мародеры, что-то воруют. То есть туда-сюда вот людей шатало и бросало. Мы переехали в Россию, получается, в 2001 году вернулись с Украины и попали в город Армавир. И, кстати, я вот читаю твой дневник, я понимаю, я прям вот провожу хронологические события, я понимаю, что вот ты училась в Северо-Кавказском ГТУ, да? Да, в Северо-Кавказском государственном техническом университете. Да, я тоже там училась. Поступила в 2005 году. Я поступила туда. Я училась в высокой-высокой башне, не в центральном корпусе, а в корпусе, где психология, социология. Да, а я на электроснабжение училась, факультет машиностроения и транспорта, электроснабжение. Вот, я тоже поступила на бюджет, но я на заочную форму поступила, и мы с братом там учились, и в Старополе работали. То есть мы с тобой были вообще, грубо говоря, рядышком ходили. В одном времени и пространстве, да. Да, в одном времени и пространстве мы были. И просто вот то, что ты переживала, я эти чувства твои все настолько понимаю, у меня просто было в раз в десять полегче, как бы, да, чем тебе. Но я понимаю, о чем ты пишешь. Я знаю, что такое голод, я знаю, что такое... Мы то же самое жили в конюшне, мы в Армавире снимали, вот прям вот все вот то же самое. Но... И у меня мама наподобие вот твоей мамы, в плане того, что именно в том, что она как-то, ну, всем помогала, как сказать, защищала, помогала, вот в этом плане. То есть она не была безучастная. И она всегда говорила, что, ну, как и нас в этом плане распоспитывала, чтобы помогать людям. И всегда все удивлялись, когда мы там в Украине были, что мы всем помогаем здесь. то есть до сих пор сейчас многие удивляются там по поводу меня, что я могу просто взять, вот помочь там, если нужна помощь. И потому что настолько это... Я думаю, это вот воспитание как будто бы оттуда. Потому что там... В то время там настолько все было дружно и все, все друг другу помогали. Потом, конечно, война, там остались какие-то такие, ну, нехорошие люди. Кстати, у меня есть два друга чеченца. Я с ними дружу уже, наверное, лет 10. Мы с ними познакомились, я им помогла, у них машина сломалась, я работала в кафе. Я им помогла, и мы с тех пор дружим. Вот реально просто дружим. И мой муж их знает, и мы к ним в гости приезжали, и с ночевкой оставались. И вот они столько мне помогали. Реально. Я как будто бы, я говорю, как будто карму они отрабатывают, ну, что как будто бы мне должны, да. И они вот еще до замужества была ситуация, когда меня в Краснодаре один человек очень обидел. Они тут же приехали как бы меня защищать, да, сказали, это наша сестра, и вообще, ну, там, пальцем, чтобы никто не трогал. Вот. И для меня это настолько, я этим гордилась, что у меня вот такие есть друзья. Я хотела спросить, вы когда приехали в Россию, в русские регионы, среди войнахов, в некоторых сообществах, в том числе в бандах Эчкерленда, а также и просто среди войнахов в обычной нашей Чечне, есть миф? Есть такой миф, что вот русские русскоговорящие уехали из Чечни, ну, кто не погиб под бомбами и кого не убили местные бандиты. И в России, в русских регионах, им была оказана помощь, им давали колоссальные компенсации, жилье, им помогали. Мы никогда, ни рубля, никакой компенсации за ранение. Мы жили в конюшне бывшей, чуть подремонтированной, где дождь шел через крышу. Кого не спрошу, у всех похожая история. Вот вы расскажите, как вам помогло российское государство? Получается, мама поехала, встала на компенсацию в России, в очередь, встала в Курске. И кто-то ее, типа, там сказал, что, типа, не надо в Курске, встань на очередь в Ставропольском крае. Якобы в Ставропольском крае дают быстрее. А на самом деле это была огромная ошибка, потому что, если бы мы были в Курске, мы бы получили бы быстрее. Но с другой стороны, я понимаю, что все, что в нашей жизни происходило, это происходило к лучшему. Потому что, если бы в тот период нам бы дали деньги, мы бы купили бы жилье в Украине, потому что мы тогда жили в Украине. А я вот, я понимаю, что Украина, это вообще была, как сказать, пропасть. Вот Украина, я когда приехала в Армавир, мне показалось, это рай какой-то. Я увидела фрукты, печенье. Мы там жили просто, постоянный был голод. А вы где в Украине жили? Наверное, не в Киеве, не в столице? Нет, в Сумской области город Шостков мы жили. И так бедно жили, вот все там. Получается, мы жили в пятиэтажном доме, только одна семья, которая там была такая, две, ладно, две семьи, которые были там более-менее. Остальные все жили, ну, как очень бедно, очень бедно. То есть, тоже все заводы порушились, работы не было, промышляли только торговлей. А получается, компенсацию вам хоть какую-то дали приличную или копеечную? Ну, вот слушайте, и получается, мама перевела Ставропольский край, и мы получили компенсацию в 2003 году. Это была сумма 136 тысяч, 120, давали 16 тысяч, по 4 тысячи на человека за потерю имущества. Но так как получилось, что мы не успели, ну, как вот это наводнение, цены поднялись, соответственно, мы купили дачу за 65 тысяч рублей. И на остальные деньги мы там начали какой-то ремонт сделали, брату купили машину, он занимался торговлей, на рынке торговал овощами, и мама решила поехать в Пятигорск о детстве. Кстати, мне казалось, это такое вообще нелепое, это зачем одежда нужна, нужно было вообще, ну, как бы максимально в дом. И вот мы на протяжении там этого всего времени, мы дом этот как-то строили, что-то делали, но случилась со мной, как сказать, такая беда, скорее всего, на нервной почве, 16 лет мне поставили диагноз аутоиммунное заболевание системная красная волчанка. И тут у меня период начался именно борьбы такой за жизнь, потому что было со мной, что со мной только не происходило, прописки у меня тоже не было. Но это, я говорю, все, скорее всего, было на нервной почве, потому что у меня были такие нервные моменты, что там война, потом у меня было изнасилование, это уже в Шостке, в Украине, тоже, потому что знали, что девочка без родителей, денег у нас не было, я торговала газетами, да, то есть, чтобы как-то там заработать. И, короче, там, в общем, вот эта вся ситуация. А преступники понесли наказание? Да, какие преступники? Нет, мне даже было стыдно об этом кому-то рассказать, потому что бабушки я не могла, родителей у меня не было. Брат как раз, мама забрала брата в Ставрополь, вот Ставропольский край, это был где-то 99-й год, 99-й, 2000-й, вот, и получается, ну, вот это все как-то в сумму, ну, я уже ждала, когда мы с этой Украины уедем, потому что мне было настолько тошно, больно, я там, наверное, каждую ночь ложилась и мечтала уж, как у меня будет пистолет, чтобы убить их, да, и я об этом только могла признаться, первый раз я призналась, когда мне было лет 20, ну, короче, это было как унижение, позор, и я понимала, что меня защитить никто не может. После этого, наверное, у меня на психологическом уровне я все время держала возле себя таких каких-то вот мужчин авторитетных, которые могли бы меня защитить, да, в любой ситуации. И вот как вот эти мои друзья были, да, чеченцы, с кем я до сих пор дружу, и они мне помогали и по бизнесу, и по работе, теперь я им помогаю там, даже по бизнесу, по работе. Кстати, я закупаю сыр, я у меня бизнес свой, да, я закупаю сыр в Грозном. Продаем в Краснодарском крае и продаем, получается, у нас есть собственное производство, мы открыли экспорт, и мы, получается, в Петербург, Москва, Казахстан, то есть мы, ну, расширяемся по регионам, там, продаем, то есть мы тоже этот бизнес семейный, мы с мужем начинали, в полном смысле, с нуля, у него очень тоже такая там бедная семья, у меня бедная семья, то есть мне вообще никто не помогал, потом я перевезла маму с Армавира, купила здесь ей квартиру в Краснодаре, вот мама умерла у меня недавно, в ноябре месяце 2021 года. Соболезную? Да, да. А кем вы себя ощущаете, вот русская, чеченкая, украинкая, из многонациональной семьи? Я, я всегда говорю, что во мне много кровей, никогда не называю себя чеченкой, или там, русской, не говорю, ну, кому-то, если не хочу сильно объяснять, я говорю, русская, там, ну, у меня часто спрашивают, а кто-то по национальности, потому что кто-то, иногда кто-то слышит во мне какой-то акцент, то есть внешность, да, какая-то такая восточная, да, интересная, ну, в плане, вот, спрашивают. Платок я никогда там не носила, но часто я, кстати, по поводу распущенных волос, маму я все время говорила собирать волосы, до определенного времени, пока я жила с мамой, у меня всегда были собранные волосы, я ходила в длинных юбках, вот, потом уже, когда я стала жить там отдельно, я уже одевалась и джинсы, там, и брюки, и у меня, поэтому частенько задавали вопрос, что я по национальности, я всегда, если захотела, я рассказывала, что мне там много национальностей, ну, и говорила, а так, но я считаю, что та сила духа, которая во мне есть, это благодаря моему чеченскому роду, вот, я почему-то уверена, что именно в дедушкина вот эта линия, да, он же тоже был, получается, сослан в Казахстан, и он без родителей был, он в детском доме там воспитывался, и он там, ну, пробил себе дорогу, только благодаря своей силы духа, я часто, когда падаю внутренне, я открываю википедию, читаю про него, читаю про его истории, и мне прям восстановится, то есть я приподнимаю его энергию, да, внутри себя, и иду вперед, то есть меня это вдохновляет. Ну, если дедушка чеченец, я думаю, что вы храбро можете говорить, что вас в чеченской крови очень много. Да, но у меня получается и отец же наполовину чеченец, так же у него отец чеченец, мать русская. Те трудности, которые мы прошли, как будто бы вот если мы выжили, какой-то ангел-хранитель, вот я когда читала твою историю, я там насчитала больше 20 случаев, когда ты могла погибнуть, да, но ангел-хранитель твой, да, тебя спасал для чего-то большего в этой жизни, и вот я тоже думаю, да, что меня так же спасало, да, для чего-то большего в этой жизни, когда выезжали с Грозного, я помню, как водитель судорожно начал кричать, у кого есть белая простынь, у кого есть белая простынь, потому что начали стрелять по автобусу, и вот кто-то нашел белую простынь, и ее раскрыл, ну как бы закрыв окна, раскрыл по, ну в автобусе, да, это был такой оранжевый, как оранжевый пазик, вот такой, да, и тоже, то есть и там же могли, сколько именно людей погибало, которые хотели пересечь границу, да, и автобусы расстреливали, помню ситуацию, как мы бежали в бомбоубежище, мы до него не добежали, потом оказалось, что, как я помню, расстреляли всех в этом бомбоубежище, да, в которое мы не добежали, а какое это было, это в Черноречии было? да, это в Черноречии было, в первую чеченскую? в первую чеченскую, да, а вы бы хотели вернуться и жить в Чечне, в современной, или нет, потому что это другой мир, и там уже нет столько русскоязычных, сколько было в нашем детстве? когда мне мама говорит, как мы плохо, что мы уехали из Грозного, я говорю, мама, как хорошо, что мы уехали из Грозного, я когда туда приезжаю, я вообще не понимаю, вот этот весь менталитет, который там есть, потому что женщина, там никто, я понимаю, все мои вот эти таланты, которые у меня есть, они были бы захоронены, никогда бы не проявились бы, и когда я приехала туда, у меня, два друга чеченца, я им когда начинаю рассказывать, они говорят, Лиза, пожалуйста, только нашим женам ничего не говори, да, то есть я начинаю там пропагандировать, что там, ну, какие-то моменты, да, что надо сильным быть, что нужно вот так, там я жену одного, моего друга, говорю, ты почему столько работаешь, говорю, тебе надо, у меня суставы болят, да, она говорит, нет, я не могу, я уже сколько раз говорю, в больницу иди, да, то есть там женщина раб, чистый раб, которая должна смотреть детей, рожать, работать, убирать дома и так далее, ни в коем случае я бы не вернулась, и вообще, после Грозного мне постоянно плохо, там или какая-то до сих пор радиация есть, я приезжаю, со мной постоянно что-то или происходит, то есть или психологически у меня идет, мне прям плохо, но когда я приехала, последний раз я была вот в январе месяце, там, 16 января, 2022, да, в этом году, в этом году, в принципе, вот там раз в два года, раз вот Новый год мы отмечали, там 2020 мы приездили туда, вот у друга моего останавливали, с мужем, с ребенком мы приехали, приезжали туда, и, но вот мне, вот этот Мавсур, он мне всегда говорил, Лиза, запомни, вот у тебя пальцем никто никогда не тронет, вот ты запомни, ты под моей там ответственностью, я вот настолько ему верю, да, что он, ну, действительно все будет хорошо, то есть я ему настолько доверяла, вот как будто бы какое-то есть родство души, бывает такое, да, я не знаю, почему он столько мне всегда помогал и делал, и вот, ну, они мне очень помогали, и, мы когда приехали, последний раз с братом, брат говорит, слушай, как здесь классно, я бы хотел бы здесь жить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok